Братья и сестры, здравствуйте! Девка госу не плетёт, птица гнездо не вьёт, и грешников в аду не мучат. Благовещение. Замирает мир, и раздаётся вот этот ангельский голос «Радуйся, благодатный». Открывается совет предвечный, и с большим удивлением с небесных кругов, говорил, слетает в нищую хату, в убогую жилище, к Марии, и называет её так, как никто никогда никого не называл. Благодатная. То есть, насколько вообще великий Илья, он вообще не умер даже, но никто не говорил ему никогда, никакой ангел говорит там «Здравствуй, благодатный». Насколько велик Авраам, это вообще космос, величие этого человека, или любимый Богом, Бог называет себя его именем, говорит «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, Бог Якова». Но ни Аврааму, ни Исааку, ни Якову никто не говорит «Радуйся, благодатный», «Здравствуй, благодатный». Хотя они благодатные. Яков особенно, и это удивительная душа, он с Богом больше разговаривал, чем с людьми, как он в России делал, если говорить про него. С Богом беседовал чаще, чем с людьми разговаривал. Но он никакой не благодатный в сравнении с Марией. И так все остальные, там, Моисей, вообще, друг Господень, нет такого слова к нему «Здравствуй, благодатный», «Господь с тобой». Ничего подобного. А вот эта девушка, эта девочка, по-нашему, это вообще просто ребенок какой-то. Она там лет 14-й был. Они рано выходили замуж, рано созревали. Как бы, значит, такое-то мы сейчас, там, наши там дамы себе взяли моду в 35 лет выходить замуж, там, в 45 лет рожать первенцем. Они все очень быстро жили и хотели быстро жить, и хотели вовремя делать все, что нужно, как бы. Это ребенок совсем. Ихний архангел, предстоящий пред Богом, приходит в эту убогую хату нищую, в которой нам бы было стыдно жить, наверное, потому что мы уже привыкли к домашней технике, к телевизорам, к двум-трем комнатам, к всяким там, к теплой воде в кране. Там вообще нет ничего. Это вообще как-то нищета. Да, в нищую хату к девочке еврейской, к Марии, приходит великий архангел, от которого можно от страха умереть, если он придет к нам, то мы, наверное, бездыханные ляжем. И говорит ей слова, которые никто никогда никому не произносил. Говорит, здравствуй, благодатный. Радуйся, это здравствуй. Радуйся, благодатная. Господь с тобой. И она молчит, она не пугается, кстати. Потому что, когда являлись ангелы Иоанну Богослову, он упал, как мертвый. Там, Языки Илю, упал, как мертвый. Даниилу, ослабелый, упал, как мертвый. Захарию, онемелый. Они онемевали и падали, как мертвые. Она не немеет, она смотрит на него и думает, что это значит. Она имеет опыт аскетической борьбы с помыслами, она не явился, кто-то там что хочет. И помышляет в себе, что бы значило сие целование, это обрадование. Говорит, не бойся, Мария, ты нашла благодать у Бога, родишь сына и наречишь ему имя Иисуса, он спасет людей своих и так далее. Она беседует с ним, не в ужасе, как бы там, а, убегает куда-нибудь в страхе. Она беседует, говорит, как это будет, я мужа не знаю. Говорит, сила Вышнего осенит тебя, Дух Святый найдет на тебя. И рождаемая святой, наречется Сын Божий и так далее. Она понимает, что она включена в какую-то великую, в какую-то тайну Божию. То есть в этой ткани Божьего промысла она занимает какое-то особое место. Это с ней, почему со мной, да, почему. Ну, раз со мной, значит, со мной, да, она не имеет о себе высокой мысли. И нет о себе такой, о, наконец-таки, о, я удостоилась. То, что обычно бывает с человеком обычным, таким грешным, да. Она говорит, о, ничего себе, это я, это ко мне. Она совсем так себя не ведет. И она потом говорит, я раба Господня, пусть будет по-благову. Ну, то есть она соглашается. И если бы она это не сказала, кстати говоря, если бы она говорит, нет, 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 что-то я ничего-то не понимаю, короче, ну, ангел, может быть, отступил бы от нее, и все, и история бы продлилась, и Христос бы не родился. Может быть, другую бы искал себе маму. Она соглашается, она открывает двери, вхождение Христа в мир, тут лестница сверху вниз выстраивается, и двери открываются, для того, чтобы Христос в мир вошел. А для этого нужно было ей раскрыть у старей, все раба Господни, будь мне по глаголу твоему, и отыди от нее, ангел. Значит, что нам делать в этот день с вами, друзья мои? Много-много раз читать молитву Богородицы Девы Радуйся. «Благодатная Мария Господь с тобой, благословена ты в женах, и благословен плачерева твоего, и Госпас, родиваясь в душу наших». Не знаю, знаете ли вы и нет, у католиков добавляется еще такое, это самое, «благословен плачерева твоего Иисус», там еще имя Иисуса добавляется. И еще молитва, просьба такая, там, «моли за нас грешных, ныне и вся смерть наша». То есть, она такая, чуть-чуть по-другому они читают. Вы читайте, как знаете, но имейте в виду, что к Божьей Матери обращаются за то, чтобы она молилась нас непрестанно. То есть, Матерь Божья – это такая икона неустанной помощи. Значит, моли за нас ныне и сейчас смерти нашей. Кстати говоря, зачем? Помните в этом анекдоте? Там, доктор, я буду жить, это смысл. А зачем? Если жить так, как мы живем, как бы, то, может быть, и нет смысла. Если жить, то, значит, жить лучше. Жизнь оправдывается улучшением смыслов, очищением, благородством каким-то таким. А если так жить, как мы жили, как бы, чтобы что? Чтобы на футбол ходить, который сейчас закрыли? Чтобы там еще что-нибудь такое? Шашлыки жарить, которые сейчас нельзя жарить, потому что пост идет? Зачем? Надо жить лучше. Как один из князей русских говорил, «Приложи нам, Господи, год к году, чтобы мы во всех своих грехах покаялись и исправили жизнь свою». На рассвете, говорил князь, просыпался, солнышко встает. Он говорит, «Владыка, Господи, слава тебе за новый день. Приложи нам, прибавь нам год к году, чтобы мы во всех грехах покаялись и исправили жизнь свою». Вот об этом стоит, наверное, молиться сегодня, да и завтра, да и послезавтра, да и всегда. Но стоит, конечно, замереть над чудом Благовещения, замереть над этим чудом, потому что это великая тайна Божия. То есть все, значит, начинается, вечный становится ограниченным во времени. То есть тот, у которого нету лет, который вечен, у него начинается земная история. Он превращается в этот священный сгусток плоти, который описывается в Писании. Вот это вот «несоделанное Мои видести отче твои». Слышали, может быть, в Псалом 138-й там говорится «несоделанное Мои видести отче твои». Некоторые думают, что как бы «несделанные Мои дела» видно. А на самом деле «несоделанное» — это вот этот зародыш, бесформенное Мое, ты видел. То есть вот это, когда первый домик человека — это матка, и когда вот в этой женской матке, значит, помещается вот этот человечек, вот этот еще бесформенный сгусточек, маленький совсем, вот это вот безвидное Мое, вот ты уже это видел, как бы вот этот зрячий в глубину Господь уже знает, кто родится, зачем родиться, какими талантами обладать будет, какой путь у него будет. Это вообще великая тайна. И вот Божий Сын взял на себя добровольно, это тоже, он вошел в нашу историю, и никуда не будь, а вот в чревок этой девушки, этой чистой девушки по имени Мария. Есть такое стихотворение Аверинцева, там «Учти вас небо, он ее назвал тем именем святым, которым мать ее звала Качаев-Колыбели. Мария, так как мы ее зовем, Мария, благодатная Мария». В общем, действительно, она благодатная, это она выше всех апостолов, она выше того самого архангела Гавриила, который к ней пришел, вообще выше всех. Выше херувимов, которые страшные, там колеса полные глаз, там как языки написывают, это все, она выше их. Она выше серафимов, которых шесть крылок имеют, там закрывают лица, там ноги летают, и в ужасе воспевают Бога. Она выше их тоже, она вообще выше всех, хотя она простая девушка из Назарета. Так что вот имейте веру Божию, и любите Божию Матерь, и, конечно же, вы спасетесь, потому что родившийся от нее Сын Божий, это наш Господь и Господь ангелов, архангелов творче и бесов поборче. Иисус Прекрасный. Значит, вот любовь к Божьей Матери, она залог нашего вечного спасения. А кроме этого еще земного здравия, земного успеха, всякого там в житейских делах, там хорошей семейной жизни, там и всего-всего-всего. Уже Божьей Матери ничего не жалко, ей ничего не нужно. У нее все есть. Она родила Христа. У нее все есть. Вся Вселенная в ее добрых материнских руках. И она любит нас, дураков. И мы можем все получить от ее материнской руки. Конечно, можно говорить об этом очень долго, но больше не было чернил, и карандаш сломался, чтобы вы не устали. После этих слов, которые мы сегодня успели сказать, с вами вы много-много раз почитаете это Богородица, Дева Радуйся. Радуйся, радуйся, радуйся. Радуйся невеста, невеста. Радуйся обрадованная. Радуйся, благодатная. Господь с тобой. Много раз читайте эту молитву сегодня. И завтра, и послезавтра. И почитайте обязательно Евангелие от Луки. Первую главу, вторую главу, там где про притечу рождения, говорится про благовещение. И вообще читайте Евангелие. И вообще имейте веру в Божию. Любите Бога и Божию Матери. Вообще никого не бойтесь. Как профей Никиевский говорил. Он говорит, Иисус и Мария, радости моя. Так он спаривал эти два имени. Такой Иисусе и Марии, радости вы моя. Только это было постоянно у него со слезами. Иисус и Мария, радости наши. В общем, с праздником, друзья мои. И уже ждем того дня, когда скажем, Христос воскресет. Пусть прочь демоны. Христос воскресет. Отстаньте от нас. Дайте нам помолиться. Все, с праздником. Продолжение следует.